Привет! Сегодня мы будем говорить о предрасполагающих факторах к раку шейки матки. И на сегодняшний день это достаточно сложно запутанная тема, поэтому я хочу сегодня очень коротко, буквально за 5-7 минут пробежаться по пунктикам для того, чтобы вы понимали, вы в группе риска или вы не в группе риска, и как вам стоит сделать профилактику для того, чтобы это грозное заболевание не коснулось вас и вашей семьи. Итак, на первом месте у нас, к сожалению, входит возраст. Пченки 25-39 лет на сегодняшний день являются самым опасным в зоне риска возникновения рака шейки матки. Не 40+, как раз после 40 риск рака шейки матки снижается. Это достоверная, доказательная медицина. Поэтому, пожалуйста, вам иногда кажется, что в этом возрасте все хорошо, я еще молодая, красивая, и меня это точно не коснется. Нет, возраст это первое, на что стоит обратить внимание. Второе, обратите внимание, пожалуйста, на вашу маму, бабушку, сестру, тетю. У рака шейки матки наследственный фактор никто не отменял. Есть наследственные формы рака, да, всего 10%. 10% это сумасшедшая цифра. Если это взять живых женщин, 10 женщин из 100 или 1 женщина из 10. Пожалуйста, если у ваших родственников есть проблемы с шейкой матки, не забывайте о том, что себя нужно контролировать намного чаще. Следующее, то, о чем мерзкие гинекологи задают вам вопрос на каждом приеме, да, со скольки лет у вас половая жизнь, да, раннее начало половой жизни приводит к дополнительному фактору, дополнительному риску развития рака шейки матки, так же, как и большое количество половых партнеров. Большое количество половых партнеров, даже если у вас секс с презервативом, оно убережет вас от заболевания, передающихся полупутем, но мы с вами разбирали неоднократно, что оно не защищает вас от вируса папилломы человека, который является онкогенным. Следующее, это какие-то оперативные или любые вмешательства на шейку матки. Здравствуйте, лечение при сжигании эрозии у 20-летних девочек. Здравствуйте, диагноз эрозия шейки матки, который ставится на ровном месте всем подряд. Здравствуйте, иммуномодуляторы, которыми лечат эрозию шейки матки, вообще не очень понимая, какой пролиферативный процесс там происходит. Здравствуйте, лечение шейки матки без кальпоскопии и биопсии. Без цитологии я, конечно, не встречала, но без кальпоскопии и без биопсии направо-налево. Это, конечно же, вирус папилломы человека предрасполагающий фактор, в основном 16-18 тип. Мы говорили, значит ли, что это его лечить нужно в любом случае. Нет, это абсолютно не значит. У большого количества людей, практически до 90% по разным источникам, происходит самоэлиминация, то есть самовведение вируса папилломы человека из вашего организма. Но, девчонки, если у вас хронические воспалительные заболевания шейки матки, если у вас есть наследственность, если у вас большое количество половых партнеров, если у вас раннее начало половой жизни и дополнительно у вас вирус папилломы человека, то, конечно же, это является более дополнительным таким вот фактором, именно касаемо рака шейки матки. Если вы курите, курение увеличивает риск рака шейки матки в два раза. Я не буду читать лекцию, мы взрослые люди, но из песни слов не выкинешь. Поэтому я очень прошу вас относиться серьезно к своему здоровью. Ну и, естественно, самый главный фактор риска рака шейки матки, если вы не ходите к гинекологу. Да, я понимаю, что очень много гинекологов-монстров. Я согласна, я сама пойду не к каждому гинекологу. В этом плане мне повезло все-таки я в этой профессии достаточное количество лет. И я всегда могу сходить к своим коллегам, которым я доверяю. И я знаю, что у меня должны увидеть. И во время кольпоскопии доктор смотрит меня в микроскоп. Но я смотрю на большой экран для того, чтобы быть уверена, что я ничего не пропустила. Поэтому я понимаю вас, которые переживают, а что же произошло с ними на самом деле. Поэтому запишите себе эти факторы, пересмотрите это видео еще раз, поделитесь им с подружками, поделитесь независимо от того, сколько лет вашим подружкам. Почему? Потому что буквально 5 минут этого видео защищает вас от диагноза, который, возможно, если не убьет, так достаточно испортит вашу жизнь. Будьте здоровы, не забудьте подписаться на мой канал и поставить мне лайк. Я всегда стараюсь делиться с вами только самими проверенными информациями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!